Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Показываю вам цветочки. Колиусы мои, какие красотки. Живем мы в станице Геогенской, в Эдегее. Сегодня я из дома вынесла помидорки. Они что-то какие-то такие у меня. Там света, наверное, не хватает. Я сейчас их распикирую. Здесь место освободило. Мне, конечно, сложно было освободить место под помидорки. Очень сложно. Вот из дома принесли такой, с мансарды, с второго этажа, такой вот шкаф принесли. Вот он меня прям выручил, прям выручил. Посмотри, какие у меня гортензии уже выросли. Вот это прошлогодние, я их черенковала. Красота. И вот сюда вот так вот все поставила. Здесь вот место перчика. И перчиков тоже из дома принесла. Здесь вот место освободило под огурцы. У меня уже подрастают огурчики. Буквально штучек пять. Сейчас пока хватит огурчиков. Все равно топим. Тепло. Можно даже было и пораньше. А помидорки, наверное, буду пикировать в маленькие горшочки. Потому что по прогнозам апрель теплый. Можно будет, ну вот как они немножко подрастут, через недельки две-три прям посадить их. Уже в землю. Я не сажу в теплице. Только огурцы садим. А это у нас атоматы все высаживаем в грунт. Вот. Такие вот. Сейчас пойду, мне земли маловато, и пойду сейчас за землей. И вам покажу, где у нас перегной. И расскажу немножечко о перегной. О перегной. О листовом. Как мы его добываем. У меня спрашивали, как перегной готовим. Я вот это вот за забором у нас. Здесь вот где парк этот заброшенный. Мы не в эту зиму бананы, то есть осенью обрезали. А в позапрошлую, получая эта зима, обрезали бананы. И кидала я сюда траву. Бананов много было. Вот это листовые пластины у них здоровые-здоровые. И еще траву сюда кидали. Потому что там у нас компост, вот где вот мы делали. Так, вот сейчас вот Валера сделал. Вон там вот компост. Получается, как три ямы у нас. Три ямы. Одна готовая, одна полуготовая, одна свежая. Кидаем. Сейчас покажу поближе. Вот. А здесь вот у нас уже практически все готово. Это получается, ну даже меньше, чем два года. Меньше. Вот посмотрите, как просто листва была. Листва и все. Сейчас покажу, что получилось. Посмотрите, рыхленькая, мягенькая. Вот. Только, конечно, надо просеять. Я вот сейчас немножко выбрала. Вот, посмотрите, прям вот, как пух. Вот. Я не стала просеивать. Можно взять, просеять. Вот ее через ящики. Вот овощные. Хорошо просеивается. Мягкая, мягкая. Прям такая рассыпчатая. Вот сейчас хочу добавить. Здесь камушки попадаются. Ну, я так руками перебрала. Не охота мне было идти из одного ведерка за этим ситом. Вот. Видите, как получается. И много здесь достаточно. Куча такая была большая. Наверное, сантиметров 70, наверное. Вот она вот вся. Ну, прям вот мягкая, мягкая, мягкая. Смотрите, какая красота. Получилась. Вон, даже картошка есть. Получилась вот практически земля. Готовый перегной. Здесь и камушки попадаются. Веточки разные. Потом через ящик просеять. И будет подготовить, убрать. Можно в мешки, в ведра в мешки убрать. И потом вот этот перегной использовать. Листовой он. Он ничем не хуже коровьего перегноя. Вот еще раз покажу. Прям замечательно. Вот видите, какая прям мягенькая, мягенькая. Рассыпчатая. Рассыпчатая земельечка. Главное не забывать поливать. Потому что у нас, конечно, сухо. И поливать надо. И иногда вот раз, где-то, наверное, через полгода хотя бы, когда уже осядет, уже видно будет, что перегнила. Валера еще берет лопаты и немножечко так вот ее ворошит эту кучку. Тогда вообще замечательно все перегнивает. А вот в эти колеса мы кидаем. Ничего не выбрасываем. Остатки от картофеля, от овощей. Ну, очистки от овощей. Вот. Еще немножко. Ну, все равно. Сейчас вот уже, сейчас уже не надо кидать ничего. Потому что здесь уже, видите, все перегнило. Надо покопать и тоже просеять и убрать. А здесь вот еще не копалось. Я посмотрю, там внизу тоже, наверное. Сейчас уже в другую яму будем кидать. Все, все вот эти очистки. Вот здесь вот мы, хочу поближе показать. Это вот под соседским грецким орехом. Здесь все равно ничего не растет. Здесь вот у нас вот выкопали. Вот это вот в этом году вот уже траву полола, уже почти заполнилось. Вот здесь уже травка сейчас землей, сочная такая идет. Хороший будет перегной. Это вот прошлогодний. Вот видите, уже умялась кучка. Вот. Это вот была, это новая яма была. Отсюда мы хороший перегной взяли. И вот такая, не новая, а целая, целая яма была. И вот Валера, прошлогодний перегной, он улегся. И вот такой получился. Очень удобно в яму. Не обязательно никакие емкости. Вот ямку сделала. Видите уже какой он? Его даже видно, что он уже практически полуготовый. Вот, а этот вот свеженький. У нас быстро. У нас же сезон длинный, теплый. И она хорошо перегнивает. В пределах где-то, ну, года полтора от силы. Все уже получается. Хорошая, хорошая земля. Главное, делайте несколько таких вот ямок или кучек. Здесь получается большая куча. Она потом вот перегнивает. И можно прям сверху все это накидывать. Сверху куча такая большая. За лето все кидаем вот сюда. А потом уже не трогаем. Потом она уже осенью, зимой все это перегнивает. И вот получается. Такая вот. Так что траву не выбрасывайте. Ни в коем случае не выбрасывайте. Она у нас на вес золота, эта трава. Мы ее даже у соседей бывает забираем, траву. Мульчируем. Мульчируем и клубнику, если нет соломы. И дорожки. В общем, всю голую землю, все это мы мульчируем травой. Ну, потом вот ее можно собрать. И если она не нужна, уже будет собрать. И в компост ее. Она тогда быстро-быстро перегниет. Здесь вот мы соломой мульчировали клубнику. Но она, видите, как за лето перегнила. Солома вообще отлична для клубники. Вот один раз ее насыпь, и на все лето хватает. Трава быстро сгнивает, я уже говорила. А соломка долго. Ну, если нет соломы, трава тоже хорошо. Главное, чтобы она немножко подсохла. Не свежескошенной травой, а немножко, чтобы полежала такая, подвяленная была. Тогда меньше азота будет из почвы забирать. Ну, и все равно, и клубнику, она не только клубнику, растение подкармливает. В процессе сгнивания трава, там все равно какие-то питательные вещества. Вот так все мульчируем. Вот скоро, скоро вот уже малину пропололи. Сейчас она еще немножко постоит. Вот, вот, нарастет вот здесь, вот где она. Вот эти вот, где она полностью вся срезана, ее не видно. Как подрастут кустики. И вот первый же покос, и вот эту траву будем укладывать на малину. Ну, у нас еще, конечно, соломка, по-моему, осталась с прошлого года, несколько мешков. Вот, и мы будем ее использовать. Я вот в теплице сейчас собрала ведро. Здесь у меня 20-литровое. Там внизу земля, обычная, садовая. Здесь вот торф. И вот этот хочу, лиственный вот этот перегной. Хочу все смешать. Смешать и буду пикировать томатики. Вон у меня, смотрите, стоял кустик вигелы, черный принц вигела. Стояла она в теплице. И уже зацветает. Я ее забыла, так поливаю. Надо было давно вынести. Ну, пускай цветет. Красотка. Она сейчас, листики, почему черный принц, листики на солнце будут черные, темненькие. Прям такие темные-темные. Вот она у меня в тепличке стояла, просто зеленая. Это карликовая вигела. Она небольшая вырастает. Вот этот вот кустик, ему уже сколько... У меня женщина просила, я вот оставила. Ему уже два года, не меньше. Пышненький такой, хорошенький. Должны забрать его. Ну, все, пока пикировала томаты, выглянуло солнце. Вот я уже их все распикировала. Как всегда получилось, хотела 50. Думаю, вдруг не взойдут. Получилось 80. На улице прям потеплело сильно, но ветерочек. Надо опять поливать свои цветы. Они прям просят полива. Еще раз покажу тепличку свою. Ну, сегодня вот это коротенькое видео. Просто хотела вам рассказать немножко о перегное. Спрашивают просто, как вы это делаете. Ничего сложного. Кучку складываете. И сама все, природа, все сама сделает. Ну, на этом я заканчиваю, дорогие друзья. До свидания, до новых встреч. Всем вам мирного неба над головой.